Слава Украине! Всех витаю, дорогие мои друзья! Вышли погулять сегодня. Вчера вечером первый раз, мы находимся сколько, два дня уже здесь, на Кипре. Я эти дни не выходила. Вчера только вечером поздно вышли погулять с детьми, подышать немножко воздухом. Здесь был сильный ветер и было прохладно. Днем еще с утра и днем тепло, а вечером сильно прохладно. Ветер сильный дует, здесь воздух такой хороший, морской. Надо, чтобы дети тоже подышали. Я сейчас с Вероничкой на набережной ее катаю. Еще Настя, Сваха, Таня, Ева, сейчас вам их покажу. Здесь такие камни огромные, посмотрите, огромные такие. Я говорю, хороший гнет. Огурцы солить или рыбу красную солить, чтобы сверху положить. Ну где взять эту рыбу? Дорогие продукты здесь вообще кошмар. Вчера с Ваха, Таня ходили с Настей за продуктами и нашли дешевые авокадо. Дешевые авокадо, которые стоят 1 штучка 20 гривен. И вчера какой-то выходной был, праздник какой-то здесь и не работали в магазине. Они побежали, хотели купить все эти авокадо, а было магазины закрыто. Говорят, наверное, закрыты, потому что до обеда только работали магазины. А мы вечером пошли гулять, и оказалось, что магазин работает. Это просто перерыв был. Ну и мы купили все авокадо, какие там были. Ну там штучки 5-6, наверное. Такие хорошие, знаете, и не переспелые, и не то, что такие недозрелые, а такие хорошие именно. Вот здесь кругом валяются апельсины, мандарины, деревья растут. Но я никогда не была на Кипре. Знаете, я никогда не мечтала попасть на море. Я люблю море, ну буквально день-два. Погулять, посмотреть, больше я, ну как-то там, чтобы месяц, я или там больше, даже больше недели, я не представляю. Потому что вы знаете, я такой человек, что я люблю больше движения, куда-то ездить, куда-то что-то новое смотреть. Чтобы все время, прям чтоб море и из-за моря здесь жить. Вдоль моря здесь кафе, рестораны. Ну для этого нужны деньги. Сегодня надо снять в аренду жилье, поэтому Настя сегодня поедет сейчас, встречается с риэлтором и будет выбирать жилье. Пришли на детскую площадку. И сейчас посидим. Ну здесь так как-то резиной пахнет, да? Настя, привет, скажи зрителям. Привет. С утра уже у нас начинаются терки, уже поругались, сейчас ближе к делу, не знаю, слышно или нет. Я беру одеяло, говорю, что надо, если вдруг будет сильный ветер, потому что эти два дня был сильный ветер. И я говорю, давай накрою покрываем, ну одеялом этим, оно тонкое, я потом покажу вам. Настя говорит, не берите, потому что вы будете укрывать, и так жарко. Я говорю, ну если будет жарко, я укрывать не буду. Так на всякий случай, потому что вчера был порывистый холодный ветер. И вот у нас такие вот терки с Настей. Скажи, если вдруг ветер, как мне укрывать? Никак. Я против. Видите, я против и все. Да, я закаляю детей. Я тоже, если солнце, я не кутаю. Если вдруг будет, знаете, вот такое тепло, как сейчас, конечно же я не буду укрывать. А если будет ветер порывистый, холодный, я буду укрывать. Нет, не надо и все. А ушки? Ушки что же, чтобы нужно закрыть? Какой-то тонкий, говорю, платочек руки хотя бы, какой-нибудь тоненький, чтобы ушки прикрывать. Настя, нет и все. Ну молодежь сейчас такая вся закаленная. Закаляет, чтобы ветер не болит. А потом будет болеть, и будем виноваты мы. Бабушки, потому что не досмотрели. Почему? И будем виноваты. Да, конечно, да. А ребенок, если будет потом плакать, то будет шо я. Будет болеть потом, скажу, вы виноваты, кутали в детстве. Да, конечно. Какие-то кутали в детстве. Сейчас привет. Я ее буду ловить. Давай, понимаешь? Давай вместе еще раз. Нет, по ступеньке. Бабушка, ты ее учишь, чтобы она вообще не ходила. Зато она съезжает, хорошо. Пойдем по ступеньке. Не дергай. Пошли, Ева, давай ты сама съезжай. Меня стеркаешь. Здесь вот такие есть. Не надо, я сама заведу ее. Давай, иди. Ева, ты иди. Настя сейчас пойдет искать в аренду квартиру, да? Я не пойду. Дорога жизнь. Ну, а что они нам предлагают? Ну, это риэлтор, да? Так мы два дня или три дня ждали. Дорога. Знакомые помогут. Если что. На два дырочка? Ну, да. Идем кататься на качель. На качель. Да. Даже удивительно. Зеленые деревья. На солнце стоишь и жарко. Звонила сегодня. Созванивалась со своими в Каневе. Холодно, говорят. Смотрите, какие движники. Круглые такие. Так. Которые больше всего... О, вот это подгнет хорошо. Ой, смотри. Ой! Подгнет очень хорошо. О, слышно. Но оно не пахнет здесь, как у нас. Вообще без запаха. Или что-то у меня нет. У них пропал. Что-то непонятно. Не пахнет. Только ветер. Корабль. Люди есть. По туристической рекламке. Здесь корабли тоже. Таня, сумку, наверное, давай в коляску положим. Сопрут еще здесь? Или здесь не спирать? Не знаю. Не надо в коляску. Коляску на отшелье стоит. А что, мы туда? Я с собой ее буду. Я буду с собой возить. Ничего. Вот так. Все, пошли. Вот так. И будем возить. О, и Кипр тоже наш. Смотрите, что здесь написано. Цветочки цветут. Бледно-сиреневые такие. Каланхоя цветет оранжевым цветом. Смотрят с утра плавы. Серфингисты. Катусы какие большие тут растут. Лимонов сколько. Такие мелкие. А в магазине продают крупные. Не проходите мимо, написано. Фикус. Робусто прям на улице растет. А здесь сколько мандаринов валяется. Возле нашего отеля тоже столько много мандаринов. Это целое дерево с мандаринами. И на земле тоже мандарины гниют. И вот смотрите, на проезжей части тоже мандарины. Валяются тут мандарины. Цветочки желтые цветут. Кустарники тоже цветут. Все бы радовало, если бы, как в обычной жизни, когда приехал бы, это бы все так радовало. А сейчас такой сильной радости нет, честно говоря. Да, все удивляет. Говорю, я никогда не думала, что я на Кипр. Вот так попаду. Ну, когда-нибудь это... Это не было никогда моей целью попасть на Кипр. Дорожки здесь красивые. Ой, господи, чуть не свалился. Озеленение тоже очень красивое. Красивое. Сейчас пахнет самшитом. Стрелится и даже на улице растет. Сука, их тут много. А вот даже цвели, видите, недавно. Настя поехала снимать, а уже сняли эту квартиру. Если бы хоть раньше сказали, если бы хоть раньше сказали, то Настя бы и раньше поехала бы, я не знаю. Там, видимо, назначили на несколько человек. А почему-то непонятно. Разбирают квартиры. Хоть бы теперь еще дороже, если вдруг будет, наверное. Ну, не знаю. Короче говоря, ищем еще. С Вероникой спать укладываемся. Все, нету Вероники. Нету Вероники. Да, Вероника? Угу. Путик-путик-путик. У нас бабушка Таня и Ева добытчицы, добытчики. Добыли еду, да, Ева? Позвольте на заренную полку. Ага, добыли еду. У меня, выпросила всю мою морковку, съел. Теперь до бабушки мясо я чуть дала. Теперь до бабушки, смотрите. Я же даже за тобой не побежала. Потому что ням-ням. Тут еще шоколись. Мама вчера нам пообещала шарики купить. А, понятно. Как только ням-ням, она не отходит от меня. Но как только ням-ням, она бегом и сразу же до бабушки. А если бы ням-ням, а вот детям тоже купили. Вот сейчас я тоже вот плов ем и мне купили. Пока спала Вероника, они сходили за едой. Супчик вот детям купили. И авокадо это ты докупила, да? А это вчерашняя которая? Ну, они такие нормальненькие, знаете. А почем, а расскажи почем. Почем еда, скажи. Ну, за два супа и два плова я отдала 17 евро. 17 евро. Вот, теперь. Так, не переживайте. Мы бабушку Таню не обанкрашим. Мы тратим все. У нас все общее. У нас все общее. Настя побежала, хоть успеть, хоть какую-то квартиру успеть взять. Целый день бедняжка без еды. Ну да, здесь готовить нельзя. Вот, кстати, здесь можно посудить. Горячий, горячий, горячий еще. Ну на. Сейчас тевтельки здесь. Тевтельки здесь. Что такое, что такое? У меня еще плов остался. Иди. На, Вероника. На, Вероника. Чуть-чуть мяска. Без еды. Бедный ребенок голодный. Голодный. Ему не надо плов. Не, сейчас если Настя увидит, что мы плов даем, то она будет нас ругать. Наше кино закончится. Наше кино закончится. Мы сейчас поворотом, билет на Киев и вперед. Ну, дело в том, что, видите, голодный ребенок. Что делать? Чуть-чуть мяска, может быть, еще. Подожди, подожди. Тарелка у меня выхватывает. Подожди, мяско возьмем. Не, 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 еще не выключила. Подожди, сейчас мы. Так. На, немножко мяска. А, помогите! На, на. О, видите, мясо чуть-чуть. Там. А, Люба, тут ковры, так он не трусит. Не, не, подожди. Подожди, да. Иди сюда, будем суп кушать. Пойдем, а у нас есть суп, Люба. Здесь у нас балкон. Такой вот балкончик. Бассейн тут есть. Это бассейн здесь. А здесь вот, здесь мы завтракаем. Как обычный такой европейский завтрак, знаете. Вот море недалеко, 50 метров до моря. Так, воздух теплый. Можно здесь ходить. Ева, ну давай посмотрим твой тоже супчик. А ну, ты сама, ты взрослая? Оп, и подстолкнитесь. Ладно, давай. Все, давай. Ой, горячий, горячий еще твой. Они все горячие. Сейчас, где-то ложечка. Такая вот кровать. Вот, смотрите. Здесь фигурки всякие. Интересно, да? Никогда не видела, что такие фигурки над кроватем висел. По башке попадет. Мало не покажется. Башка снег попадет, да. Такая картина здесь. Шкафы. Сейчас я вам, знаете, еще что покажу. Сейчас, ну, здесь вот только посуду помыть и все. И холодильник. Он морозильник просто, не холодильник. И еще вот есть кондиционер, который можно включить на обогрев, если холодно. Ну, вечерами, знаете, и холодно. Настя еще нашла на сайте за 20 евро, нашла вот такую вот коляску. Коляску. Главное, ездить и ездить. Но, знаете, мне удобно, что такая корзина, такая квадратненькая. Сюда можно что-то положить. Может ездить эта корзина. Корзина, говорю, эта коляска. В этой коляске, да, удобно ездить. Но спать неудобно. Я бы ездила, чтобы она бы спала, но спать неудобно в ней. Ножки некуда. Ножки, да, свисают. Это не то, что наши там были. Ух, красивые какие. Я не хочу снимать, я не хочу снимать. Не дает мне снимать мультфильм. Хочет слушать и все. А кушать кто будет? Никто. Он горячий. Ага, ну давай тогда. Приятного аппетита. А я, а я, давайте я вам шутку скажу. Давай. Я когда хотела вам сказать приятного аппетита, я говорила, спокойной ночи, спасибо. Вместо приятного аппетита, спокойной ночи? Да, я перепутала слова. Ага, понятно, понятно. Женщина, ее зовут Гуля, и вот она готовит там плов, голубцы, бульончики, винегрес. Конечно, это не Валерин плов. Ну, тоже здесь, что же плов просит, видите? Хочет плов. Не хочет суп, хочет плов. Ну, потому что здесь все так дурако, это как бы более приемлемо. Все-все-все, мяско-мяско. Кушай-куши супчик, а потом будешь плов, потом будешь плов, да. Это мы так дурим ее. Ни в коем случае не хочет супчика. Хочет плов. Дорогие мои зрители, я и забыла, что сегодня 8 марта. Открываю интернет и смотрю, все поздравляют, что сегодня 8 марта. Поэтому всех женщин, девочек, девушек, всех поздравляю с 8 марта. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был День Победы и 8 марта. Конечно, было очень много планов на 8 марта. Сегодня 8 марта у Матвенчика, у Таниного внука, день рождения, годик. Поздравляю Матвенчика с годом. Сегодня в ресторан они меня приглашали. Ну, вот планы, планы рухнули. Вмиг оборвалось все. Ну, я надеюсь, что мы очень скоро все вместе соберемся и все вместе отпразднуем все праздники. Вероника ко мне рвется. Всем пока-пока, до новых встреч. Иду, 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 иду. Вот вам, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, кто идет сюда. Эх! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok